Начался 2017 год, и у каждого из нас наверняка есть на него какие-то планы. Так же и с моим каналом. Пока что я не собираюсь его забрасывать, и хорошо подумал о том, что я буду снимать, по крайней мере, в ближайшие месяцы. Поэтому, если вам нравятся мои летсплеи, если вам интересны покемонские игры, или на крайний случай, если вы один из трех тысяч фанатов Undertale, которые зачем-то подписались на этот канал, то мне есть что сказать по каждой из этих тем. И начну со своего основного занятия, с летсплеев. Большую часть игр, которые я когда-то запланировал, я уже заснял, поэтому новые летсплеи, по большей части, буду начинать неожиданно даже для самого себя, как это случилось в серии игр Mass Effect. Некоторые игры я занёс в список, которые находятся в описании к этому видео, но не уверен, что буду их снимать, так как они слишком сложные, слишком длинные и так далее. Можно было бы заняться прохождениями без голоса, но этого барахла на ютубе и так полно, а мои унылые летсплеи всё-таки имеют хоть какую-то индивидуальность. Ну, или может быть нет, даже не знаю. Иногда меня спрашивают, могу ли я пройти такую-то игру, о которой я зачастую даже ничего не знаю, и скажу так. Я захотел увидеть летсплеи моих любимых игр, я сам их и снял, ни у кого ничего не просил. И вам также советую, потому что никто не пройдёт вашу любимую игру так, как вы это можете сделать сами. В любом случае, меня спрашивать бесполезно, так как я прохожу только то, что захочу сам. А что же я буду проходить дальше, я решу потом, по настроению. Это всё с основными летсплеями, поэтому переходим ко второй теме, моим любимым покемонским играм. На данный момент я заснял унылые летсплеи с некачественным видеорядом, ужасным переводом, скучными битвами и общей затянутостью, из-за чего эти летсплеи длятся по 40 серий и не представляют ничего интересного. Покемонские игры заслуживают лучшего, поэтому теперь, когда я научился снимать видео в хорошем качестве и хоть как-то работать с монтажом, я планирую начать в этом году снимать нормальные, качественные порождения этих игр, в которых я буду делать акцент на сюжете и борьбе с вражескими командами. То есть я буду аккуратно вырезать из прохождения ненужные элементы, а это битвы со случайными тренерами, разговоры со случайными людьми, и исследования локаций, и благодаря этому вы будете получать относительно быстрые и приятные глазу прохождения, в которых делается упор на самое лучшее, что есть в этой серии игр, по моему мнению. Ну, как получится. Правда, остаётся вопрос с переводом. Если такие игры, как FireRed и Emerald, заснять будет легко, потому что они уже есть на русском языке, то с остальными будет сложнее. Я уже попытался начать прохождение платины с аккуратным переводом и вклеиванием озвучки в видео, но это очень тяжёлая и нудная работа, отнимающая гору времени и сил. Я подумаю над этим вопросом, буду ли переводить или нет, но начну в любом случае с русского FireRed. Да, его уже проходили тысячу раз, как и многие другие игры, но я напомню, что это прохождение будет уникальным, так как фокусируется на сюжете и, соответственно, будет короче и динамичнее других прохождений. Возможно. Посмотрим, что у меня получится. Поэтому, если вы фанатеете покемонами, у вас ещё будет что посмотреть в будущем на этом канале. И, наконец, Undertale. Чёрт меня дёрнул заснять видео про все нейтральные концовки из этой игры, так как с тех пор на канал подписалось столько народу, что мне даже неловко оставлять их без новых видео по их любимой игре. Но в любом случае, фанаты Undertale, вы должны понимать, что не получится вечно снимать видео по игре весом в 60 мегабайт. Да и тем более, как показывают комментарии, зрители как-то не интересуются всеми скрытыми репликами персонажей игры, которые я снимаю. По большей части, они пишут про мои тупые дорисованные концовочки, на которые вообще не стоило обращать внимания. Короче говоря, у меня нет планов на эту игру. Сейчас я планирую заснять видео про все реплики Флауи в конце нейтрального пути, но это сложная задача, потому что, похоже, никто до этого не пытался их собрать и записать где-нибудь в русской вики, по Undertale или где-нибудь ещё. Когда-нибудь я выложу это видео, но будет ли что-то ещё по Undertale, кроме него, сказать не могу. Вот если бы вышел какой-нибудь фанатский или официальный ремейк этой игры, с улучшенной графикой, дополненным миром и прочим, то в такое я бы с удовольствием поиграл. Именно в ремейк, а не в какую-нибудь там альтернативную вселенную или фанатскую игру. Это меня не интересует. Но так как я не слышал ни о каком ремейке, соответственно, в данный момент по Undertale планируется только ещё одно неинтересное видео с глупой концовочкой. Когда-нибудь. Ну вот вроде всё, что я хотел сказать сейчас по поводу моего канала и планов на видео. Вы должны понимать главное. Я снимаю видео ради удовольствия, а не из-за погони за просмотрами и бездушными лайками, и прочим барахлом, которое так всем нужно. Даже если никто не смотрит мои летсплеи, я всё равно буду снимать в первую очередь именно их, а не глупые видео по Майнкрафтам и Undertale, которые сейчас популярны. Может быть когда-нибудь перейду на нормальные прохождения, но пока что мне почему-то интереснее проходить игру, комментируя её своим кривым языком и картавым голосом. Все мы когда-нибудь меняемся и отказываемся от чего-то, но конкретно на 2017 год я планирую продолжать снимать летсплей дальше. И следующим летсплеем после Mass Effect 2 станет, разумеется, Pokemon Sun, а после него сюжетные покемонские прохождения, Mass Effect 3 и многое другое. Так что если вам что-то из этого действительно интересно, то большое вам спасибо за внимание. И не забывайте, что ваши комментарии для меня гораздо приятнее всяких просмотров и лайков. Оставайтесь на связи.